Всем здрасте друзья, меня зовут Сергей и вы на канале о сложном просто. Сегодня у нас факт по программированию номер 54. Факт это серия вопросов и ответов, которые задаете вы, на которые пытаюсь ответить я. Вопросы на сегодня вот такие. Вас призываю подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. В общем в целом можно начинать. Так вопрос номер 247. Как вам удается помнить про всякие штуки для разных видимо платформ? Как вы поддерживаете опыт? На самом деле интересный вопрос в том смысле, что так или иначе за время карьеры вам придется поработать на разных платформах, если вы опять же хотите этого. Мне довелось, я работал на разных платформах, начиная от Silverlight, это Ария сервисов, DAPF, DAPCF, в общем Windows даже. В общем много где поработал и некоторые даже платформы уже ушли в никуда, например Windows, Phone. В общем и в целом хочу сказать следующее. Так или иначе все концепции, которые видите на разных платформах, они одинаковы. Подходы не меняются в зависимости от платформы, меняются фреймворки, которые вы используете. Возможно меняются какие-то пакеты, сборки, библиотеки, которые вы используете. Но так или иначе все крутится вокруг одного, и в этом и прелесть, и загадка программирования, но также в этом есть и некоторые нюансы. Потому что для того, чтобы понять как это работает на разных платформах, нужно работать на разных платформах, иначе у вас просто не получится. Как я поддерживаю? Ну время от времени я подделываю, так сказать, некоторые проекты в частном порядке, так сказать. В блоге пишу, собственно, для чего мне нужен блог, чтобы записать, как я это делал, чтобы через пару-тройку посмотреть, как это стало работать. Ну, например, призмы была такая, ну вернее и сейчас есть такая сборка для работы на DAPEF под MVVM. Паттерн. Когда-то она работала на автофаке, теперь там плана. В общем, так или иначе, ну, главное, отвечая на вопрос, да, отвечая на вопрос, наверное, скажу вот что. Чтобы можно было писать код на разных платформах, я вам настоятельно рекомендую попробовать на разных платформах что-то написать. Возможно, я очень надеюсь, что у вас появится какое-то новое понимание того, как та или иная система работает на другой платформе, а значит, можно будет понять, где суть, где корень, где нужно приложить больше усилий для понимания, где можно как бы забить, забить, да, и сказать, что я это не буду помнить, потому что есть сборки, которые, в общем-то, уже придумали за нас, поэтому зачем, знаете, помнить то, чего. Главное, понимать принципы, основы ООП, основы паттернов, то есть, вот это самое главное. То есть, как только вы поймете, как это работает, какая платформа для вас, собственно говоря, не составит, ну, какого-то проблемы, на какой что использовать. Ну, вот так вот, да, как-то. Вопрос номер 248, изучили он следующим образом. Стоит ли переходить на OpenTelemetry, не все сборки еще в релизе? Друзья, это очень хороший вопрос, и если говорить с самого начала, то когда-то была такая большая беготня, суета в процессах, который называется мониторингом и снятием метрик. И вот эта чехарда, она настолько была большая и настолько шаткая, что не было общего стандарта, и когда придумали OpenTelemetry стандарт, это индустриальный стандарт, на самом деле, который позволяет унифицировать выдачу вот этих самых метрик, производства вот этого вот логирования, да, какого-то централизованного OpenTelemetry, этот стандарт, он сейчас еще, ну, почти уже весь закончен работой, но дело в том, что когда он начал утверждаться, это не были какие-то пыльные библиотеки, когда там кто-то как-то решал, как там что делать, это прям в реал тайме, разработка была, и я прям с самого начала момента вру, да, не с самого начала, я примерно с версии 1.4, по-моему, начал смотреть, это еще была альфа даже, и там настолько были правильные подходы, что я начал использовать это в реальных проектах, в том числе и на продакшн. Почему? Потому что альтернативы не было, а так как это стандарт, начали все сборки, все продукты программные, ну, например, Прометеус, Графана, Джаггер, ну, в общем, все, в конце концов, начали постепенно адаптироваться вот под этот стандарт, то есть, как бы разворачиваться все в одну общую сторону, и OpenTelemetry стал таким, ну, основополагающим камнем, да, который может собирать элементрию, собирать логи, и делать это, как бы, на самом деле, очень качественно, в том числе и в докере, например, есть всякие разные имиджи, то есть стандарт развивается, двигается, поэтому я бы вам рекомендовал на него переходить, потому что даже Application Insight, который, в общем-то, от Microsoft, ну, немножко такой платный в некоторых моментах, скажем так, вот даже он поворачивается в эту сторону, то есть поддерживает этот стандарт, и если вы это реализуете в своем проекте, вам будет, собственно говоря, фиолетово, да, в какую систему запихивать ваши метрики, на какой их там опрабатывать, следить, проверять, триггерить и все такое. В общем, да, стоит основательно хотя бы познакомиться с этой штукой, как она работает, с чего она состоит. Вопрос номер 249. Есть какой-нибудь несложный способ наполнить БДФ фейковыми тестами данными? Ну, я вот уже достаточно большое количество лет пишу код, уже скоро будет 27 или 28 лет, я такого способа не знаю, чтобы он был простой. Ну, вернее, не так. Наполнить данными, тестовыми базу данных несложно. А вот поддерживать этот код, который вы потом, который вы напишите, чтобы он обновлялся вместе с вашим кодом, когда меняется схема данных, не знаю, провайдер, например, даже если поменяется, вот это вот на самом деле очень сложно, потому что есть библиотеки, есть сборки, есть способы, которые позволяют это делать, но надо считать, что вообще такое понятие, как тестирование, оно околопрограммное, то есть это, на мой взгляд, это то же самое программирование, только по-другому, да, то есть на это нужно тоже закладывать время, потому что если вы не будете поддерживать ваши, ну, например, юнит-тесты, да, или интеграционные тесты, то вот вся суть этого тестирования остается к тому, что вы через какое-то время просите это и перестанете этим заниматься, потому что схема отстала, нужно менять данные, руководство, начальство, боссы не дают это делать, рефакторинг, и проекты обычно забрасываются, но я, во всяком случае, такие встречал очень часто. Поэтому не сложного способа, ну, если только использовать уже то, что придумали за нас, например, библиотеки типа Bogus, я про нее одно время говорил, ну, или какие-то кастомные, да, ну, или там, собственноручно изготовленные механизмы, но не для конкретной системы, а для, такой, ну, сказать по правде, слово не могу подобрать, ну, наверное, правильно будет сказать, когда вы делаете не на основании одного проекта, а на основании нескольких проектов, вот, ну, в общем, это тоже непросто, если уж говорить про несложный, да, несложных способов, я не знаю, есть хорошие способы, но они такие сложные, да, наверное. Ну, смотрите, да, вот если отвечать на вопрос кратенько, то да, есть библиотека, называется Bogus, которая может генерировать похожие данные, но для того, чтобы их генерировать, нужно сделать, если вам нужны простые данные, да, то она их может сгенерировать, если более сложные, то это немножко сложнее, это нужно дописывать код, ну, то есть, достаточно несложные, но можно. А если вам нужно фейковые данные наполнять, там, в юнитестах, то есть, там, так называемый, тест-контейнер, да, который могут в докере поднять базу, настроить подключение, закинуть туда данные и удалить контейнер. То есть, несложных способов, на самом деле, ну, да, есть. Ну, вот насколько сложность отличается от несложности, тяжело понять в данном контексте. И опять же, написать это можно, а вот поддерживать это, ну, при изменении, допустим, схемы данных, вам нужно изменить генерацию, там, тестов данных, в общем, ну, все хорошо в меру, да, то есть, когда вы все пытаетесь покрыть тестами, или все данные протестировать, ну, один вариант. Если, и он сложный, потому что в любом случае вам придется писать, ну, если не в два раза, то в полтора раза точно кода больше, чем предполагалось. Вот так. Вопрос номер 250. Что вы используете и когда EF? Наверное, что вы используете EF или Dapper и когда? На самом деле, хороший вопрос. Часто возникает он, потому что производительность Antity Framework, ну, я, видимо, я буду думать, что это вопрос про Antity Framework Core и Dapper, да, потому что Antity Framework с Dapper, ну, очень сложно сравнивать. Antity Framework просто, то есть, предыдущая версия, немножко уступает, немножко сильно уступает дапперу по производительности. Итак, смотрите, Antity Framework Core и Dapper, это похожие ормы, но у них есть очень большой, отличительный нюанс. Dapper это просто, это быстро, а EF это чуть посложнее, с дополнительными фишками, с отслеживанием изменений, с проксированием, с сохранением памяти, с ченж-трекером, так называемым, который протяжет изменения, ну, и много там чего еще у него напихано, слези-лоудинг в том числе. Вот, вот если это все впихнуть в даппер, то они будут одинаковы. Или если из Antity Framework Core удалить все эти штучки, блин, ну, то есть, отключить их, то это будет почти как даппер, ну, если не точно, даппер, ну, очень-очень-очень близко по скорости. И, надо сказать, что многие тесты показывают, что Antity Framework с каждым годом все ближе, 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 ближе к производительности, к дапперу по производительности. Так будет правильно сказать. Речь идет о том, что, если учесть, что, ну, давайте так, что, когда используете. Мне нравится Antity Framework, я его использую постоянно, но бывают моменты, когда нужно или что-то очень простое, ну, то есть, даппер достаточно просто установить и подключить систему, чем, наверное, Antity Framework, потому что есть нюансы. Ну, и если, допустим, не требуется миграция и все такое, то даппер, да. Ну, это для быстроты, для общения, вот этот вот. Я обычно использую его на прокси-сервисах, которые идут в какой-нибудь старый MS SQL, например, или в PostgreSQL, и держат там какие-то процедуры, или еще что-то типа этого, или данные какие-то там простые, чтобы туда не подключать в этот прокси-сервис, который будет со временем, допустим, переписан, или вообще будет исключенной системой микросервисов. Обычно даппер. Ну, тоже не всегда. Вот вопрос производительности для меня, особенно в последнее время, как бы не стоит. Да, если у меня есть просадка по производительности, и я точно вижу, что нужно использовать что-то побыстрее, чем Antity Framework, допустим, большое количество записей, например, когда какой-то репорт собирается, или отчеты какие-то, или большие объемы информации проворачиваются, я использую, вернее, я не использую Antity Framework, но и, надо сказать, я и даппер не использую в этом моменте, я пишу прямой запрос в SQL, который, естественно, отработает быстрее через SQL Collection, Data Reader, чем даппер. Ну, то есть даппер, это как бы удобно, но это не панацея. В общем, и в целом, нужно смотреть то, что вам, наверное, больше всего понравится, а я использую в основном Antity Framework, и если нужна быстрота, производительность и меньше нагрузки на память, ну, я использую прямые запросы, ну, потому что, ну, потому что вот, как-то вот так. Ну, и тогда получается у нас так, сегодня у нас тогда получается все. Вопросов нет вам, всего доброго, и пишите правильный комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!